Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу Особое мнение. Радио Эхо Москвы поступили сообщения на ленту информагентств о том, что Европарламент принял резолюцию с требованием к Евросоюзу обеспечить защиту Эдварду Сноудену. Да, и говорят о том, что депутаты призывают Еврокомиссию обеспечить, чтобы все информационные потоки в направлении США подлежали эффективному уровню защиты, а также требуют от стран ЕС гарантировать Эдварду Сноудену защиту как борцу за права человека. Нет, ну каждый человек имеет право на защиту юридическую. Есть презумпственные виновности, и Эдвард Сноуден не исключение. То есть, если он предстанет перед судом, мы не знаем, но он заслуживает юридической, во всяком случае, юридической защиты. Ну, с другой стороны, смотрите, в той же резолюции говорится о том, что необходимо снять все уголовные обвинения в отношении Эдварда Сноудена, предоставить ему защиту и последовательно предотвратить экстрадицию или выдачи третьим странам знак признания его статуса разоблачителя и международного защитника прав человека. Но это защита совершенно другого характера. Да, это важный момент. Нет, но, конечно, есть основания его судить. Я не могу сказать, что он виновен, и на него только суд может. Но судить его надо, потому что огромное... Он сам признался, что он слил эти документы, секретные документы, он не имел права. Другое дело, что его защита, что это как бы он обнаружил государственные преступления, и его действия защищены. Но все равно это спорный вопрос. Все равно надо уточнить именно юридическую вину именно в суде, поэтому... Значит, вы согласны с тем, что его необходимо все-таки судить? Экстрадировать. И он, даже он был готов в какой-то момент. Он говорил, что я готов, если при определенных условиях уехать из России. Я не знаю, это... Может быть, это комментарий больше о российской жизни, я не знаю. Если он уже был готов предоставить перед судом, я не знаю, насколько эта российская жизнь его достала. Я не знаю. Или это просто он скучает по Америке. Но он понял, что он считает себя правым. Но он хочет именно справедливый суд. И все упирается в это. В вашем понимании, вот вы как журналист, который тоже на самом деле работает с информацией, и вам часто приходится решать, какая информация достаточно важна, и вам надо руководствоваться пониманием общественного блага, необходимости знать какие-то вещи, которые нам не говорят. Вот тот взгляд, который предлагают депутаты Европарламента на казус Сноудена, он правильный или нет? Все-таки, может быть, стоит пересмотреть и тогда защищать его именно как международного защитника прав человека, как разоблачителя, который нуждается в такой вот защите. Я же говорю, что есть два варианта только, что он борец за свободу. Ну вот в вашем понимании, он кто? Я считаю, но я не суд, я просто считаю, что он предатель. Я всегда так думал и писал. По информации, которая доступна мне, я считаю, что он не имел права. То есть то, что он разоблачил, это не государственное преступление. Если он, например, все сравнивают с Элсбергом, это пентагонские документы, да, он разоблачил только государственные преступления, поэтому он был защищен. Он не имел права, в принципе, разоблачить секретные документы, но поскольку он разоблачил государственные преступления, он был защищен и он выиграл. Но здесь гораздо сложнее, потому что он очень много разоблачил, слил документы, и большинство явно он не имел права разоблачить. То есть он нарушил свою присягу, и он не имел права, у него был доступ к секретной информации, и он не имел права разоблачить это, и тем более сбежать от правосудия. Продолжим тему судебную или околосудебную по поводу того, где кто, кого и в каких странах пытается достать. Среди российских активов, арестованных за границей по искам бывших акционеров ЮКОСа, оказались принадлежащие ВГТРК, 70,5% акций европейского телевещателя Евроньюз. Прошу вас прокомментировать не столько конкретно эту историю, сколько в целом ваше мнение, ну вот акционеры ЮКОСа, как вы считаете, они будут до конца идти вот в этом желании арестовать все возможные и невозможные российские активы за рубежом? Я думаю, что да, это шкурный денежный вопрос для них, причем огромный, они считают, что их потери 50 миллиардов долларов, это не шутка. Это в основном, это очень много западных акционеров, и они будут до конца, но они уже выиграли суд. Вопрос сейчас, как привести это решение в исполнение, это сложнее, но они считают, что они могут арестовать российские активы за пределами России. Конечно, они считают, что это государственный захват, и они не будут успокаиваться, пока они не получили свою компенсацию. И суд уже, международный суд в Гаге уже решил, что вынес решение, что да, они, компенсация должна быть оплачена именно Российской Федерации, это преступление Российской Федерации, финансовое преступление против этих акционеров. Поэтому они будут до последнего, понимаете, есть, они уже пытались в Белгии, по-моему, еще в Франции, по-моему, я не знаю, как обстоят дела в Америке, но есть очень много стран, где они могут в судебном порядке именно привести это судебное решение в исполнение. Поэтому пока у них есть деньги на юристов, они будут бороться до конца. Скорее всего, юристы получат деньги потом, то есть как процент выигрыша, но все равно это, конечно, Россия хочет забыть об этом как о страшном сне, но эти акционеры не дадут им забыть, я уверен. Так логично тогда России попытаться хоть как-то частями что-то выплачивать, нет? Вот, ну, просто имиджево. Но частями не получится, или 50 миллиардов, или ничего, я не знаю. Но Россия, я думаю, что даже частями, дело в принципе здесь, потому что даже частями это признание вины, что это государственный зарплат. Минюст делает все, чтобы не платить. Да. И к тому же у нас это постоянное обсуждение не признавать решение, значит... Ну, заматывать это дело, чтобы либо как Ишак умрет, или... Либо подишах. Да, и, ну, если можно заматывать это дело, я не знаю, 20-30 лет, может быть, этих акционеров не будет, но их родственники будут. Но я не знаю, я знаю, что Россия будет отстаивать свою невинность до конца, и что это не государственный захват, ни в коем случае, что это дело, что ходоковцы не платили налоги, это чисто, это крестьянно чисто юридическое дело. И это и бывшие активы ЮКОСа перешли к Роснефти, но сначала к... Ну, это все... Сначала был Байкалфинансгрупп. Да, то есть Россия должна... Это репутационный вопрос, но поддержит и эту версию, что это все было в рамках российского закона. Вообще, конечно, про репутацию и дело ЮКОСа в одном предложении говорить странно в контексте того, как выглядит Россия, но... Ну, понимаете, дальше в лес больше дров. Это все равно как... Вариантов других нет в российских. Как в Донбассе, понимаете, это мы защищаем, это первая версия, мы защищаем русских, этнически русских, а украфашистов. То есть это уже было установлено, а надо, это сохранение лица, надо поддерживать эту версию до конца. Давайте делаем перерыв. Три минуты. Это «Особое мнение» и главный герой Майкл Бом. Мы скоро вернемся. Мы могли бы спеть вон час. РТВА представляет программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Это «Особое мнение» журналиста Майкла Бома про тех, у кого налаживается отношение с Западом. У нас вот как-то не очень. Страны ЕС приостанавливают санкции против 170 граждан Белоруссии на 4 месяца. И там еще несколько юрлиц. Ну, в общем, какое-то движение вперед. Сняны. Сняны? Да. Намерены приостановить. И в чем причина? В чем причина милосердия, которая стучала в сердце европейцев? Возможно, есть с чем сравнивать теперь. Нет, как вы считаете? Да, может быть. Все подается сравнению, да. Нет, но раньше сняны, когда Лукашенко выпустил политзаключенок из тюрьмы. Но я не знаю, почему сейчас. Они не объясняют, почему. Я просто не в курсе. Значит, милосердия стучала. То есть у нас, наверное, тоже когда-нибудь будет шанс. Не, но Россия... Неужели мы хуже, чем Беларусь? Ну, я не знаю. Это, мне кажется, два сапога пара. Да? Да. Но Владимир Путин все-таки не так долго власть, как Александр Лукашенко. Давайте честно. Масштаб, конечно, другой. Но страна, сколько... Одна Беларусь, это Москва, поэтому... Но модель одна и та же, то есть вертикал власти и все прелести особого пути и демократии восточного типа. Поэтому я думаю, что это... Они стоят друг друга. Но свои отношения с Западом Владимир Путин и Александр Лукашенко выстраивают все-таки по-разному. Да, ну, Лукашенко, да, действительно, Лукашенко по-разному, а Путин более последовательный, да, что надо противостоять Западу любой ценой, да, он позиционирует себя как именно центр, мировой центр противостояния. То есть именно Путин храбро показывает Америке свое место, да, и в Сирии, и в особенности Сирии, это очень-очень лакомый кусок для Путина, да, чтобы... Фиг тебе, да, что мы... Вот какая мы оригинальная держава. То есть он очень держал обиду на одну фразу Обамы, что Россия оригинальная держава. Ничего себе оригинальная держава. Но если Сирия это часть российского региона, тогда хорошо, оригинальная держава. А, то есть на самом деле Сирию выбрали исключительно по географическому положению. Нет, не исключительно, не исключительно. Конечно, на поверхности это борьба против терроризма. Это, ну, я считаю, я много раз говорил, что это красивая, красивая обертка, да, это прикрытый. Что и даже сегодня вы посмотрели обложку коммерсанта, да, что, ну, я думаю, что это завышенная цифра, но Госдеп считает, что 80% объектов от российских авиадаров это не ИГИЛ. 80% это, мне кажется, много, но даже если делить на два, да, все равно мы видим не только по информации НКО, что российские авиадары, они наносят удары по многим объектам, и не только, и не столько по ИГИЛу. Поэтому, в чем мотив? Ну, мы уже говорили об этом, что это именно показать всем, особенно россиянам, что Россия не оригинальная держава, что мы, наконец, встали с колен именно в внешней политике, мы можем, как США, бомбить в другой точке земного шара, и наши ракеты впереди планеты всей. То есть, опять мы возвращаемся к старому советскому образцу, что зато, да, у нас кризис, все не очень хорошо здесь, но зато, и ключевое слово зато, мы делаем самые передовые ракеты, крылатые ракеты, которые даже из Каспийского моря. Ну, это то, это то, что можно доказывать собственным гражданам, а что доказывать американским властям, тем более, что Обама скоро уходит. Что, что показывает американским властям, что вы, дорогие партнеры, вы проспали, и мы, Россия, мы заполним этот пробел, который вы любезно оставили нам. Как Янукович создал пробел, то есть вакуум власти, да, и Россия воспользовалась этим по полной программе, взяв или возвратив Крым, да, Путин очень ловко опять воспользовался вакуумом, именно обамовским вакуумом, то есть бездействием, фактически, или вялым действием Обамы в Сирии, и прекрасно заполнил этот вакуум именно в пику Западу. Ну, и это как-то произвело впечатление на Запад, или это, скорее всего, так с недоумением смотрит, господи, что же он там делает? Это задело Обаму, безусловно, и сейчас это он стропнулся очень, мы видим, что он увеличивает свои действия в Сирии, и в Ираке тоже. Он думал, что, ну, можно, я так понимаю, что он думал, что, ну, у меня один год остается, пусть следующий президент. Он вообще нобелевский лауреат, у него премия мира, куда ему воевать-то? Это еще одна причина, да, он президент, который сворачивает войны, но ему не удается сворачивать особо, особенно на Ближнем Востоке. Он пытался, ну, пусть они воюют друг против друга, это не совсем наша проблема, но так не получилось. Все равно он был вынужден возвышаться, вынужден и в Сирии, и в Ираке. Так что не получается говорить, что это ваша проблема. Так что, да, российские действия действительно, я думаю, что заделы, заживые, скажем так. Но это не заставило Америку менять как-то свою стратегию в Сирии или заставило? Нет, увеличивает, да. Ну, то есть просто все втянулись еще больше в этот сирийский конфликт? Да, это приводит к эскалации классической, и не только у американцев. Уже начинают говорить, это просто предложение, может быть, о вводе американских спецназовцев. То есть уже про наземную операцию? Ну, это предложение. Обама, конечно, это все понимают, что Обама откажется от этого. Но сам факт, это непосредственно, я так считаю, связано с российскими действиями. То есть это эскалация в той или иной степени с американской стороны, но важнее этого, потому что Обама, понимаете, вот эта беспилотная зона, он уже давно отказался. Даже Хиллари хочет ввести беспилотную зону, Обама всячески отказывается. То есть он не хочет в значительной мере эскалировать конфликт. У него один год остается, и пусть другой президент справится с этим. Но в Саудовской Аравии, понимаете, у них нет этого понятия, у них вообще нет выборов. Поэтому они не думают об этом, и они думают именно о усилении Ирана, в первую очередь. Иран и Ассад, это как единое целое. И усиление российского присутствия в Сирии. И они будут реагировать гораздо больше, чем американцы. И это опасно, потому что это опять эскалация. И радикализация, я хочу сказать. И еще по поводу Сирии, но уже не про войну в Сирии, а про эту трагическую смерть одного из военнослужащих. Сегодня в Госдуме стало известно, что есть депутатский запрос министру обороны с требованием тщательного расследования обстоятельств гибели российского военнослужащего. Вы, наверное, слышали про эту историю, когда командование говорит, что это самоубийство, родственники говорят, что они в это не верят. И, в общем-то, недоверие к армии очень велико. Вообще, вот в США возможна такая история? Ну, как правило, именно Пентагон очень откровенно разоблачает именно смерти. И именно не все, конечно, говорит. Но что касается смерти своих, это достаточно налаженная практика, что общество и семья, в первую очередь, знают, при каких обстоятельствах солдаты погибли. Это не секрет. Есть другие секреты, конечно, но кто погиб, выполняя, выполнив свои обязанности, это не считается секретной информацией. В России, ну, вы знаете, что вышел новый закон, что сам факт. Ну, там путем правил, что в мирное время, но гибель солдат почему-то это секретная информация. Значит, это странная формулировка. Почему общество не должно знать, кто погиб и сколько погибло. Ну, это может быть пример из Афганистана, но никто не знал. И до сих пор мы не знаем. До сих пор цифра 16 тысяч погибших солдат. Мне кажется, этого очень мало. А в Вьетнаме 60 тысяч. 60 тысяч. Вот. Хорошо. Да, но я вынуждена вас прервать, потому что нам надо сделать небольшую паузу. Это особое мнение, а мы скоро к вам вернемся. Да, да, да. Студия от нас, эфир новостей, поэтому надо будет идти. РТВА представляет программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня журналист Майкл Бом. Я, собственно, почему еще задавала вопрос по поводу отношения к смертям солдат. Солдат, потому что сегодня буквально видела две фотографии похороны солдата американского, где гроб, накрытый флагом, где воинские почести, где стоит один из высокопоставленных, значит, чинов Минобороны, и похороны вот этого несчастного юноши, который погиб в Сирии, где только соседи, и нету никого и ничего. Вот этот контраст, он... Вот как небо-земля. Да. Возьмите Донбасс. Как мы с трудом... Писковские десантники. Как мы с трудом узнали или не узнали. Понимаете, я говорю, что про Афганистан, это мало изменилось с тех пор. То есть никто не знал. Только потом, я имею в виду, сколько погибших в Афганистане, это... Откуда слово «груз-200»? Это понятие. Никто в Советском Союзе не знал. Это только потом, во время перестройки. И то, я еще раз говорю, 16 тысяч. Советские войска, они воевали 10 лет, американские тоже, ну, чуть больше, конечно, но в Америке 60 тысяч. Я не думаю, что советские войска так лучше воевали, что в 6 раз меньше. Короче, мы будем и дальше знать очень мало о том, что происходит, какие больницы попали под российские бомбы, количество мирных жителей. То есть мы услышим информацию от НКО, что уже много смертей среди мирного населения, но это просто наш долг, наша задача, как журналисты, узнать. Но здесь гораздо тяжелее, когда все скрывается. Одно дело, когда есть журналисты в Америке, и, как вы видите, все как бы по поводу смерти. Я говорю, что, конечно, любое государство не все говорит и скрывает, но что касается смерти солдат, это считается публичной информацией, и все должны знать. Поэтому нам с вами будет сложнее, конечно, узнать именно масштаб. Если смотреть федеральные каналы, все прекрасно. То есть эти ракеты прямо в форточку влетают, никаких мирных жителей, то есть прямо в цел, и нет людей в округе, нет смертей среди мирного населения. Но так не бывает. К украинской теме хотела бы я вернуться. Совершенно просто какая-то невероятно ужасная и невозможная для понимания история с директором библиотеки украинской литературы. Вы знаете, вчера были обыски, задержали. 30 октября будет решаться вопрос об аресте Натальи Шариной. Собственно, обвиняют и говорят о том, что там, значит, книги, брошюры, содержащие призывы к разжиганию национальной ненависти. Слушайте, вот это когда-нибудь закончится? Что уже в библиотеке украинской литературы, значит, неужели это же паранойя какая-то? Уже маразм крепчал, да. Понимаете, это баш на баш, это глупость на глупость. И я очень надеюсь, что эта спираль когда-нибудь закончится. Но я думаю, что с перемирием, да, что ситуация успокоится. И во всех областях, и в политическом, и в культурном. Да уже все подумали, что немного успокоилось, что все переориентировались на Сирию. Уже про Украину мало кто что говорит. И тут вот абсолютно библиотека, господи, директоры библиотеки собираются сажать. Да. Как это возможно? Это, ну, я говорю, это другого слова не подберешь, это маразм. Поэтому, я не знаю, время вылечит и вас вылечит, и меня вылечит. И надеюсь, что и эту болезнь вылечит время. Но, слава богу, что, я могу сказать, что слава богу, что перемирие соблюдается. Дай бог, что это будет постоянным перемирием. И это моя надежда. Но многие очень говорят про то, что все-таки этот страх революции никуда не делся. Да, цветных революций, которые появились в 2004 году, после Первого Майдана. Он никуда не делся. И вот, по-моему, эта история с библиотекой украинской литературы, оно очередное тому подтверждение. Что оранжевая революция? Что власти по-прежнему этого боятся. Нет, это очень нужно. Это крайне нужно властям. Вот этот миф оранжевой революции. Это жупа, это пугало, страшилка. И Путин из Ряна Валдай, он очередной раз говорил о оранжевой революции. Это навязчивая идея, то есть это врагу ворота. Как и ПРО угрожает, это тоже навязчивая идея. И оранжевая революция. И он, если вы помните, на Валдай он сказал, это абсолютно неправда, что 5 миллиардов долларов на Украину было потрачено США оппозицией. Но это... Держите ответ теперь за США, Майкл. Нет, 5 миллиардов долларов, да, но не оппозиция. Понимаете, я не знаю, как по-русски вы понимаете слово оппозиция. Оппозиция для меня это Навальный, это Немцов, когда он был жив. Это оппозиционные силы. А комитет солдатских матерей для меня, я не знаю, как вы вкладываете слово оппозиции, это не оппозиция. Нет, это совсем не оппозиция. Это гражданское общество. Поэтому это чисто передергивание фактов. 5 миллиардов, да, и это не секрет, потому что это все публичная информация. Причем в течение 25 лет, задолго до Майдана, это для создания гражданского общества. Это помощь людям, юридическая помощь людям. Это помощь, я не знаю, журналистики, создание независимой судебной системы. Но оппозиция, понимаете, это... Это те, кто борются за власть в том числе. Ну, я не знаю, как... Я не считаю, что... Ну, политики, политики борются за власть. Просто кто-то из них не у власти, поэтому они в оппозиции к действующей власти. Это очень произвольное определение. Но что, понимаете, конечно, для неинформированного, я не знаю, россиянина, это звучит очень страшно. 5 миллиардов оппозиции, это, конечно, это звучит как оранжевая революция. Только это неправда. То есть ни одного центра не было потрачено на, я не знаю, Наваловну или Немцову. Именно оппозиционным силам не было. Это, ну, Путин хочет, и это вообще политик криминар, да, чтобы создать вот эту историю, что оранжевая революция делается, причем сумма 5 миллиардов долларов. То есть, и он говорит, и они открыто это объявляют, что как будто они делают оранжевую революцию. Только это неправда. Вот у нас на сайте вопрос, на который вы тоже обратили внимание, по поводу того, что, ну, раз США везде делает цветные революции так просто, почему Россия не делает цветную революцию в США? В том-то и дело, что это именно, это гениальный вопрос, это срывает маску, что это все миф, что нет такой технологии ни у Америки. Если она была, я думаю, что первым делом Россия бы применила эту технологию Америки, чтобы избавиться от этого центра мирового зла, наконец. Но Россия не может это делать, потому что этой технологии нет, и Америка не может это делать, потому что, даже при самом горячем желании, потому что этой технологии нет. Ну, а с другой стороны... Я еще раз, можно сказать, я говорю, что эта программа, это мягкая сила, это и на Украине было 5 миллиардов долларов, в России чуть меньше, но это для создания гражданского общества. И фишка в том, что Россия занимается тем же самым, только в гораздо меньшем масштабе, я имею в виду, есть российские НКО в Нью-Йорке, миграняна. Мы же, по-моему, закрылись они за недоадобностью. То есть, нет, они борются за права, я не знаю, угнетенных классов Америки. Вам же наверняка тут немедленно возразят, что вот Америка везде со своим, значит, видением демократии и свободы бесконечно устраивает какие-то войны, вторгается в страны, всех бомбит и немедленно насаждает демократию. Ничего хорошего, на самом деле, из-за этого не получается. Ну, это надо смотреть отдельно. В Сирии это борьба против терроризма, в Ливии это было с мандатом ООН. Я понимаю, что... В Ираке вот тоже очень получилось эффектно. Это сложно, это исключение из права. В Афганистане это с мандатом ООН, причем при полной поддержке России. В Боснии в 93-м году опять с мандатом ООН. В Куэте буря впустильных с мандатом ООН, причем при поддержке сначала Советского Союза, потом России. Поэтому бывают разные вторжения. И, ну, это не имеет никакого отношения к оранжевой революции. Это все огромный миф, что арабская весна это дело госдепа. Протесты в Яроване госдеп, в Гонконге госдеп, опять Майдан госдеп, в Сирии в 2011 году госдеп. Я не знаю, может быть, это работа в России, для меня это звучит достаточно примитивно и топорно. Но если Путин раз за разом возвращается к этому вопросу, и даже навалдая перед элитой западных политологов, он повторяет этот миф, значит, это ему очень нужно. Что, когда он говорит на голубом глазу, что 5 миллиардов оппозиции, оппозиции, это, конечно, если бы это было так, это прямая подрывная деятельность. Это была бы очень богатая оппозиция, если бы это было так. Еще одну тему хочу успеть обсудить. Власти Китая разрешили всем семьям заводить по два ребенка. Вот это вот, да, многолетняя политика, одна семья, один ребенок. Это хорошо. Да, кончилось. Это хорошо? Ну, для родителей, я думаю, что да. Так, а для всего остального мира? Я бы не... Ну, надеюсь, что хватает еды. Почему хорошо? Потому что если бы я был, если бы я был родителем, я бы не хотел, чтобы государство сказал, что вы можете только одного. Это сильное ограничение моих родительских прав. Поэтому я говорю, хорошо для китайцев, для мира, но я думаю, надеюсь, что мы справимся с этим. Ну, про китайскую экспансию просто очень много говорится. Да, но Китай, между прочим, скоро Индия обгонит Китай. Поэтому не в Китае дело совсем. А в чем? Ну, зато есть Россия. Россия помогает. Или не помогает. В каком смысле? В демографическом смысле. А, в смысле освобождаем место китайцам? Ну, рожает не очень много людей. Это, это да. То есть, все-таки освобождение место китайцам. Да, демография растет в Китае, но зато уменьшается в России. Практически закон сохранения энергии. А полминутки у нас осталось. За делом Варвары Карауловой следить. Ее арестовали. И, в общем-то, это серьезное уголовное дело, там, ей грозит. Как вы считаете, надо делать показательные процессы? Ну, это и есть показательные, да. Потому что надо показать, что Россия борется против террористов, даже потенциальных террористов, даже террористов в славянской внешности. Надо бороться и в Сартире, и в Москве, и в Сирии. Вот у вас сравнение, Майкл. Везде, везде надо. А то, что Россия бомбит умеренную оппозицию, не будем говорить, потому что это беспощадная борьба против террористов. Везде. Спасибо большое, Майкл. Боум сегодня выступал в особом мнении. До свидания. Эхо твоего города. Спасибо большое. Я люблю, которые православные верят. Вот точно за темпиадом. Вот точно за темпиадом.